А мы тем временем подъехали к Меркатину Озато. Масима меня сейчас высадит. В общем, как обычно, ничего нового. Масима меня высадил, а сам ищет парковку. Ну, не любитель ходить по этим магазинам, а я любитель. Посмотрите, какие шахматы интересные. Видите, это все под стеклом в витрина при входе. Моя сен-базочка стоит 333 евро. Какая красивая шкатулочка, стоит она 22 евро. Когда-то, наверное, закрывалась, сейчас нет. 22.55. Кстати, наверное, на ней уже есть скидка, потому что 11.11.2 месяца скидка. Вот такие две картинки стоят 20 евро, они маленькие. Давайте я вам быстро вкратце покажу весь магазин, какого он размера. Вон туда есть вход, и вон туда есть одежда. Сейчас посмотрим. Повторюсь, я давно здесь не была, но этот магазин достаточно приличный. Как вы видите, и по размерам, и по наполнению здесь есть на что посмотреть и что выбрать. Может быть, что-то найдем интересного, посмотрим. Такой вот сервиз. А, Бавария. 28 евро, кстати. А, нет. Да, сервиз. Я так понимаю, вот это все вместе с чашками. Кстати, вот эти чашечки очень похожи. У меня наподобие дома сахарница есть, только немножко не такой формы, но это тоже сервиз 33 евро стоит. Это вот отсюда, а вот это вот шкатулка 6,90. А вот это вот что такое красивое? А, отбитое, видите, отколотое. Стоит оно 14 евро. Ну, блин, отколотое совсем, не камерфо. Так, мы идем дальше. Благо, здесь не играет музыка, можно комментировать и вам будет слышно. Потому что, как правило, во всех магазинах такого типа играет очень громко музыка. Смотрите, два блюдца и две таких чашечки. Красивый на ножках, а вот такой сервиз. Как правило, в таких магазинах всегда много людей. Сахарница. И всегда кто-то что-то покупает, продает очень популярные такие магазины в Риме. Всегда можно найти какой-нибудь клад. Вот, посмотрите, какая ваза интересная, сейчас я к ней подойду. Здесь красивые драконы, но, кстати, дракон уже без крыла. Когда-то было ничего, сейчас уже, конечно, ничего особенного. Дальше, идем дальше. Смотрите, какие мерные ложки, кстати, у них ручки деревянные, а сами они, по-моему, из латуни. Да, рамы, рамы, по-итальянски латунь рамы называются. И вот вот такой набор еще. Смотрите, какой. 22 евро. Что это? Это два подсвечника. Да. Сейчас посмотрим, видите, навалена такая куча. Кстати, вот зеркало есть такое интересное. Вот такое. Так, подсвечники. Давайте вернемся к ним, что с ними. Ну, кстати, они не очень мне нравятся, не знаю. Да, и один, кстати, отколот снизу, видите. Далее, вот такой вот вазов тоже, кстати, рамы. Здесь я его расставлю. Вот это вот сито красивое, но очень большое. 30 евро она стоит. Вот такого плана подноса 25, это набор. Кстати, бывают очень-очень красивые такие прям зачетные подносы попадаются, но они, конечно, и стоят здесь. Соответственно, вот смотрите, как он интересный, тяжелый. Ух ты. 25 евро. Что-то носит такие ножки красивые. Как видите, из латуни можно найти красивые кастрюли. Если кто-то интересуется, знаете, собирают, буквально некоторые на стену вешают, смотрятся круто. Но меня такое не очень интересует. Я вам просто показываю, сколько такая кастрюля стоит. 22 евро. Вот видите, если она чистит, она будет классно смотреться. Новая. Но этим нужно заниматься. А вот интересная штучка. 22 евро тоже. Смотрите, какая. Чентрорама. Далее, посмотрите, сейчас я вам покажу вот эту вот штуку. Сюда в ней вставляется свечка, походу. Да. А сверху кастрюля стеклянная. И держится тепло. Вот это вот подставка для хлеба. Сюда вставляете, знаете, жареный хлеб. И обычный. Кстати, неинтересная штучка. Сколько она стоит? 18 евро. Угу. Скидки на нее пока нет. Ой, смотрите, классно. Такой замок на дверь. Здоровье для льда. Для бутылки, скорее всего, не для льда. Что здесь? Вазочка. А, вот такую, кстати, я уже покупала, если кто помнит. Ну, ведь они дешевые. 2 евро всего лишь стоят. И вот точно такая же, как моя. 360. Далее пошли вёдра для льда. Вот такой один евро. Я так думаю, что он уже со скидкой будет стоить. Потому что уже больше двух месяцев он здесь находится. А вот это я не знаю, для чего здесь. Ну, честно говоря, вёдра для льда не очень оставляют желать лучшего. Хотя вот это вот хрустальное, походу. Очень тяжелое. Что это? Это какие-то стаканчики. Далее изделия из дерева. Много всего. Ну, как-то я не фанат вот таких вот всяких вазочек, изделий деревянных. Не знаю, почему. Мне не нравится. У меня в доме такого нет. Кстати, вот интересная сумка, потом на неё посмотрим. Вот такое вот кашпо в сицилийском, кстати, стиле. А внутри здесь, по-моему, машина лежит. Такая деревянная машина. Тарелки, тарелки, всякие блюда. О, вот красивая. Смотрите, какая тарелка. Сейчас я на неё посмотрю. Да, тарелка очень красивая. И, кстати, очень похожа на мой сервис, но 22 евро. Это дороговато. Лимош написано. Я её пока оставлю. Что ещё? Ну, такая вот пепельница. Смотрите, вот красивая такая штучка. Но здесь вообще лимош. Чего-то не хватает. Я так понимаю, что это для чернильницы были здесь. Ну, видите, осталась одна тарелка. Вот это, кстати, металл. И стоит 18 евро. Но одна тарелка, не знаю, к чему она. Такая вот манипусенькая сахарница 470 стоит. А, вот смотрите. Вот сюда порт это Вайоли. В салфетку складывать. У них всего три. Далее. Вот такой красивый подсвечник в виде дракона. Сколько он стоит? 89 евро. Я так думаю, что... А, нет. На скидке на него нет. То, что он 11-го числа с тобой... Ой. В январе его поставили. Gold Collection. Смотрите, какой сервис. Его цена 47 евро. 47 евро с копейками. Вот такие вот две настольные лампы. Ихняя цена 69 евро за две. Так я не знаю, для чего, кстати. А, вот такой сервис Bavaria. Вот такие вот тарелочки. Стоит 12 евро. Их тут 6 тонн тарелок. Два, шесть. Да, и одна большая. Вот такие тарелки. Japan. Вот такие две чашки стоят 14 евро. Смотрите, какая симпатичная рыбуля Варатова. Просто коробочка. Ну, не знаю, она заклеена непонятно плотно. Она держится, крышка вот эта вот на банке или нет. Хотя симпатичная очень даже. В этом магазине, кстати, очень много тарелок, много сервизов. Вот смотрите, вот эти вот тарелки. Ричард. Стоит 18 евро. 2, 4, 6, 6 тарелочек. Они маленькие достаточно. Ну, хотя выбор есть. Есть большой выбор. Посмотрите за мной, сколько тарелок. Есть на что посмотреть. Вот, я дошла до этого сервиза, который я хотела посмотреть вблизи. Стоит он 33 евро. Это тоже Бавария. Здесь 12 предметов, походу. 9 чашек. Здесь, кстати, полный набор. Сливочник. Сахарница. Чайник. И, в общем, даже в очень приличном состоянии. А мы двигаем дальше. Такая шкатулка 22 евро. Вот такая вот пепельница 24. Ваза 292. Очень даже интересная ваза. Вот это вот я не знаю, что это такое. А, это, не знаю, как перевести, но как возвышение такое. Как подставка. Вот, подставка, скорее всего. 59 евро она стоит. Очень многие люди здесь дают. И очень многие покупают. Постоянно здесь идёт какое-то движение. Вот такие вот бутылки. Кстати, вот этот Карелла. Вот этот стоит 26 евро. Всего лишь навсего. Классный. А мне нравится он. Карелла. Да? Вот эта бутылка хрустальная. Бутылья кристаллов. Очень красивая. Мне нравится. Но она большая. Я не знаю, для чего она. Классная. У неё такая форма треугольная. И такая крышка очень интересная. Вот этот кукшин. Тоже очень симпатичный. Видите, сюда можно засыпать лёд. Колба для льда. Вот такая крышка здесь. Интересно. Так, ну столик меня заинтересовал. Максима сказала окей. Посмотрим. Вот красивая штучка от центра тавала. 8 евро. Такой стоит. Я как обычно, знаете, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Но без покупок ухожу редко. Вот такая симпатичная. Сколько она стоит? 10 евро. Идём дальше. Вот эта ваза очень красивая. Она стоит 89 евро. Очень большая. Я думаю, очень тяжёлая. Вот такая крышка. 50 евро. Что ещё здесь интересно? Вот тоже интересная салфетница. Кристаллу 15 евро. А я свою купила за 3, по-моему. Да, по-моему, 3. Что ещё? Вот эта очень красивая шкатулка. Вот этот. Сейчас посмотрим её с другой стороны. 28 евро. Большая. Очень большая. Весы. Весы. Весы стоят 90 евро. Кстати, у них, видите, деревянное основание уже покосанное этими мелкими, хотел сказать, животными жучками. Тарелки, тарелки, тарелки на любой цвет и вкус. Не знаю, не хочу одной рукой рыться, извините. Вот эта, кстати, красивая, по-моему, синяя, по-моему, по краям кобальт. Вот, не знаю, может ошибаюсь. Я не супер знаток, мне просто нравится красивое то, что нравится мне, да. Вот, смотрите, какая. Вот такие 6 тарелочек, без маркировки, тоже симпатичные. 6,95. Далее, ну, супницы, естественно, в ассортименте. Вот такие вот два товарища. Это тоже, по-моему, подтирать книги. Кстати, моя мраморная одна упала и разбилась. Вчера буквально. Как-то период у всех все бьется. Падает. Вот, смотрите, какая ваза красивая. Шестьдесят шесть евро. Чашки сорок евро, что это? Бавария. Ну, только чашки. А, нет, блюдца и сахарница. В таких меркотинах можно найти все, что души пожелаешь. Главное, ходить регулярно, искать. Можно найти просто клад. База стеклянная. А, нет, она пластиковая, кстати. Я думала, она стеклянная. Пластиковая, легкая. Смотрите, какая красивая лампа. Сейчас, наверное, восемьдесят девять евро. Очень красивая. Мне так нравится. Обалденная. Также, если кого интересует живопись, вот эта вот картина стоит сорок один евро. Вот, выше тридцать девять. Естественно, есть люстры. Каждый мне здесь не будет обязательно. Вот, смотрите, какая интересная. Вот, кстати, по типу той тарелки такое блюдо 44 евро стоит. Тоже лимош. Божечки, здесь и на полу вазы стоят. Посмотрите, а вот какая. Сколько она стоит? 23 евро. Кстати, 23 евро, в общем-то. С конем бы или с собакой разобраться. Она тут просто стоит прямо посреди. Большая. Так смотрится симпатично. А это 50. Смотрите на эти абажуры. Огромнейшие. Далее. Главное, передвинулись к формам для выпечки. Вот много керамических. Вот это вот под низом интересная. Сейчас попробую брать вот эту красную. К сожалению, эти формы все неподъемно тяжелые. И не очень удобно такими пользоваться. Вот это вот то, что я хотела посмотреть. Она очень тяжелая. Смотрите, какая тоже настольная лампа. Основание Даре. Не знаю, что такое. 13-11. А, нет, не битая. Так вообще, как будто ее сами рисовали. А это что? 289 евро. Вот это как он стоит. Да. Недешево. 229 мурана. Это, кстати, лампа мурана. 222 евро стоит. Такая красота здесь. А мы двигаемся дальше. Я бы, конечно, хотела купить и такую лампу. Но мне ее просто некуда ставить. Нет места. Что-то интересное. Не будет. Такая красота. Чтобы собрать 7 му. Теперь создаем. 2-5, 30-11. 5-10. 5-10. 6-10. 6-10. 7-1. 6-10. 6-10. 6-10. Смотрите, какая дама. 50 евро. Ух ты ж. 11 евро. Ой-ой. Да, вот я подгребла к этой вазе. Слушайте, ну, она, конечно, бомбезная и очень массивная, большая. 89,9, 23, 11, 23, 12. 21. Должна уже, наверное, на нее быть скидка какая-то. Так. Мы идем далее. Нет, если я просто куплю еще одну вазу, меня точно муж выгонит из дому. Потому что у меня дома уже есть 4 вазы, и мне достаточно. Смотрите, какая интересная пепельница. Вот я не могу понять, зачем вот это. Для того, чтобы тушить сигареты. Вот эта вот палочка. Так, давайте, да, или как. 33 евро, недешево. Вот такая вот брока, пувшинка, 9 евро. Очень похоже на пивную крошку. Знаете, такого плана были у Массима, кстати, такая есть. Очень похоже на советские. Бутылки разные всякие. Кстати, а вот эта вот бутылка очень похожа на бутылку для духов. 28 евро. Нет, пускай постоит. Подсвечник один, и он какой-то неустойчивый. Вот таких вот два. Всякие статуэтки. Мелочевка. Что здесь? Ничего не вижу. Далее идет отдел с керамическими вазами. Очень их тоже много здесь, посмотрите. И моему взгляду припала вот эта вот. 18 евро. Очень даже симпатичная. Вот такая хрустальная ваза, очень красивая. 44 евро. В идеальном состоянии. А, кстати, их две. Вот вторая. Стоит сверху. Посмотрите, какая ваза. К тем основаниям. Вот всякие статуэтки здесь. Всякая мелочевка. Вот сюда можно отколотая. Маски. А вот журавли с мальчиком. Кафе варки. Кафе молки. И так далее. Домоподобное. Скатерти. Все, что хотите. Лисы. А вот. Что это? Для чего это? Порто-Бикери. А, Порто-Бикери. Далее мы плавно переходим в мебельный отдел. Вот такой стол стоит 220 евро с праморной столей и шницей. Двигаем дальше. Видно, что кривой стол, правильно? Видно, видно. Ну, дикая громадина. 444 евро стоит. А, вот это, по-моему, комплект. И вот вторая часть от него. Вот вешенка. 100 евро. Вендуту. Сколько стоило? 97. Ну, конечно. Такая махина. Посмотрите. Это враждебное чудо техники. 267 евро. Уже облущенное. Все такое страшное. Наверное, из него можно что-то сделать. Какую-то бомбу. Я так думаю. Предполагаю. Посмотрите. Все, с мебельного отдела я выхожу.